Приветствую вас на моем канале, меня зовут Лилия Донскова и сегодня у нас обзор пустых баночек продукции компании Арифлейм за август месяц. Вот такая вот огромная коробка продукции, была использована, съедена и вымота нами. И сейчас расскажу поподробнее, что у нас получилось. Всего 25 пустых баночек за один месяц, 358 баллов по текущему каталогу, получается по ценам каталога 17259 рублей, а по дистрибьюторским ценам, то есть со скидкой 20%, 13800 рублей. Разница составила 3500 рублей. Ой, обалдеть просто можно. 3500, экономия. К чему эти цифры все нужны? Может быть вам пригодится лично, а может быть для того, чтобы дать рекомендацию в командах. Часто пишут и в личных сообщениях, и в чате. Девочки, что мне делать? Муж ругается, не разрешает ничего покупать, говорит, что это пустая трата денег и так далее. Вы знаете, немножечко даже смешно становится, когда такие вот заявления делают люди, что пользование продукцией это пустая трата денег. вопрос, вы разве не будете мыться, бриться, пить витамины, если жена перестанет заказывать их в Арифлейм? Она будет их покупать в магазинах, относить деньги в магнит-косметик, с рубль-бум, куда еще? В аптеку элементарно. То есть эти же деньги будут потрачены в других магазинах, потому что мы в каталоге берем в основном ту продукцию, которые пользуемся каждый день. Никто не открывает Америки, то есть все просто. Все пользуются зубными пастами, шампунями, да, там, клемами для рук и так далее. У меня здесь коробочки, как вы сейчас увидите, нет ничего такого, чтобы я назвала излишеством или, я не знаю, как пустой тратой денег. То есть все нужное, все, что мне нужно каждый день. Поэтому, когда мы покупаем в аптеке, в магазине, да, это мы просто относим деньги за спасибо. Когда мы покупаем в Арифлейм, во-первых, мы экономим, во-вторых, мы получаем гарантию качества продукции, потому что компания производит продукцию на собственных заводах и разрабатывает продукцию собственные ученые. То есть мы с вами защищены, знаете, как вы там в коконе, от подделок. Для меня это было, наверное, вот номер один, когда я выбирала, где приобретать продукцию. Я в компании Арифлейм уже 21 год работаю. И честное слово, пришла сюда просто пользоваться продукцией для себя. И первые 8 лет я только была покупателем. То есть у меня не было никаких грандиозных планов, связанных с Арифлейм. Просто покупала, просто кайфовала, получала подарки, участвовала в каких-то акциях, которые мне были по силам. То есть я не работала, я просто была умным покупателем. Ну а чуть позже, конечно, уже стала заниматься бизнесом. Поэтому я вам рекомендую, что сделать. Возьмите, соберите просто вот такую коробочку пустых баночек за месяц. Посчитайте, сколько вы денег потратили на это. И посчитайте, сколько бы это составило экономию, если бы вы брали в каталоге Арифлейм со скидкой 20%. Потому что цены примерно такие же, как и в магазинах на Арифлейм. Ну что, посмотрим, что мы съели и вымазали. Ну и, как всегда, наши фавориты – это продукция Wellness. Wellness Pack мужской и Wellness Pack женский. Вторую пачку чуть-чуть прям не успели допить. Видно, пропускали иногда. Ну да, бывает такое, что не каждый день пьем витамины. Может быть, дочка забывает, я бывает, что нахожу потом в кармане у себя пакетик. Говорю, да, забыла выпить, ну ладно, выпью завтра. То есть вот две пачки. Почему я всегда делаю акцент на Wellness? Можно не покупать себе лишнюю сумочку или лишний аромат. Если есть тени, да, и ту, что они служат какое-то время. Но витамины нужны всем, обязательно, каждый день. Еще закончилась одна упаковка супа Wellness. Это суп томатный. Вот когда холодно, я люблю томатный супчик. И иногда летом, когда хочется вот какой-то вот такой остринки тоже. А спаржевый, он более такой мягенький, нежненький. И я их все время чередую. Беру то один, то другой. Вот закончился томат. Но у нас в семье как-то суп не особо прижился. Ему его только я. Ни Миша, ни дочка его как бы не особо не оценили. Зато коктейль любят все. А дочка его пьет постоянно. Я тоже люблю коктейль. Я делаю смузи с ним. Вот просто так я его не всегда пью. Я люблю смузи. Как я его делаю? Я беру прямо в тарелочку, заливаю хлопья Геркулеса. Просто кипятком заливаю, пока они настаиваются. Минут пять накрываю крышечкой. Все в тарелочке стоит. Я беру блендер-стакан и добавляю туда банан, пару фиников. Измельчаю семена льна, кунжута и тмина. Все в блендере взбиваю. Специально заранее. У меня прям баночка, чтобы каждый раз это не делать. Я какое-то количество взбиваю, мне хватает на несколько раз. Потом я еще добавляю ложечку меда. Обязательно одну мерную ложку коктейля. Вот ванильный, мой любимый коктейль. Бывает еще сельдерей добавляю, яблочко. Ну то есть делаю какое-то разнообразие. Очень вкусно, очень. И он такой питательный и сытный. Вот завтрак получается. Я выпиваю, у меня получается два больших бокала. Я просто с водой взбиваю, ничего другого. Очень вкусно и просто балдежно. А еще мы иногда балуемся. Конечно, это не очень полезно, но так вкусно. Мы покупаем мороженое, обычный пломбир, молоко, банан тоже. И добавляем одну ложку коктейля. Все это взбиваем и пьем такой коктейль молочный. С мороженым очень вкусно, просто невероятно. Поэтому вот это наш любимчик в семье. Так, вот сюда поставлю. Так, далее пойдут средства для волос, тела и так далее. Это дочка отдала Body Lotion. Это лосьон с миндалем. 400 мл. Обалденный лосьончик. Я тоже у нее иногда его брала попользоваться. Я люблю разные лосьоны и разные кремы для рук. У нас не бывает такое дома, что открыт один флакончик. Нет, вот даже сейчас открыто у меня лично три, три одновременно, да, три, по-моему, для тела лосьона. Еще один тонизирующий, антицеллюлитный. То есть я все время хочу то один аромат, то другой. Я не могу одним пользоваться, как и парфюмом. У меня такого не бывает, что я несколько дней подряд на одном аромате. У меня каждый день новое настроение и хочется другого абсолютно. Закончился мой любимчик. Это гель для душа Miss Giordani. Вот настолько роскошный гель. И по упаковке он мне нравится. И какой аромат. У меня и парфюм такой был. Я приобретала крем для тела. Прямо экономлю. Там его чуть-чуть осталось, но уже в следующем месяце покажу его в пустых баночках. Он невероятно вкусно пахнет. А аромат у меня отжала клиентка. То есть я к ней пришла, от меня так пахнет вкусно. Я с собой несла его попробовать просто. Ну давала всем нюхать. И она прям его такая набрызгала и говорит, сколько стоит. Я ей говорю цену каталога. Она прям деньги достает, отдает мне. И я такая, я принесу вам его там на следующую неделю. Она такая, нет, 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 я этот заберу. Я говорю, так он уже открытый, я им пользовалась. Она говорит, ничего страшного, тут немножко. Все. И я уже себе его повторно не заказала. Кстати, немножко жалею об этом. Но не стала заказывать. Потому что там как раз вышел в следующем каталоге новый. И я думаю, ну ладно, уже новинку возьму. Аромат просто крутой. Если будет где-то в распродаже, я вот такой гель обязательно повторю. Мне прям понравился. Закончилось жидкое мыло для рук. Алоэ и олив. Олива. Но запах мне совсем не понравился. У нас так долго этот гель, вот жидкое мыло так долго прослужил. Наверное, не особо всем этот запах нравился. Потому что сейчас я открыла новинку в таком же флаконе. В прошлом каталоге у нас вышел с фруктами. Фруктовый микс. Он такой вкусный. И в нем уже смотрю прям вот осталось чуть на донышке. А этот стоял месяца три. То есть мы им пользовались и пользовались. Но что мне в нем понравилось? Он очень концентрированный. То есть если им пользоваться, надо прям чуть-чуть нажимать. Потому что новый микс, мне кажется, жиже, чем этот. Этот очень концентрированный. Такой прям мощный. Ну, запах такой. Просто не люблю. Так. Для волос. Это кондиционер мед и молоко. У нас в семье его что-то все прям полюбили. Он закончился мгновенно. Только открыли. Сразу закончился. Хотя смотрите. В этом же месяце еще закончился еще один. Бальзам серия Hair. Это у нас восстанавливающий кондиционер. То есть на нашу семью, смотрите, за месяц два флакона бальзамов. У всех длинные волосы. Дочка голову моет, по-моему, каждый день. Миша тоже. Я там два раза в неделю. Но бальзамы у нас просто улетают. Я поэтому, когда скидки, акции, я набираю сразу несколько флаконов. Вот таких кондиционеров у меня сейчас стоят четыре, по-моему, в прошлом каталоге. Я взяла и положила их в запас. Потому что они действительно хорошие. А, еще один. Ну, здесь прям капельки оставались. Уже в прошлый месяц не успели использовать. Поэтому практически там два раза кто-то им попользовался. И он закончился. Это кондиционер. Даже не помню, как он называется. С какими. Ну, он для окрашенных волос. Ну, можно использовать для любых волос. В общем-то. Не обязательно для окрашенных. Хороший, мягкий. Ну, ничего такого прям особенного. Все-таки мне вот больше нравится медовый кондиционер и серия HRX. Вы будете смеяться. Сейчас я вам покажу нечто очень крутое. Это пять тюбиков из-под крема для рук. Я не шучу. Они закончились все в течение августа. Почему так? Вот смотрите. Вот один мне отдала дочка. Вот этот и розовенький. Она всегда любит розовые флакончики. А, и этот тоже ее. Вот эти все три были у дочки. У нее очень сухая кожа на руках. Когда холодно, она даже у нее трескается. Поэтому увлажнение рук у нее на первом месте. Она с собой в сумочке всегда носит крем. То есть, если у вас... Вы встретитесь с Лерой. И у вас вдруг возникнет потребность крема для рук. Вы можете знать, что у нее всегда в сумочке или рюкзачке лежит флакончик крема. Вот видите, я стараюсь всегда вот такие розенькие покупать. Потому что это ее любимый тет. Видите, да? Даже разрезала досконально. И этот тоже разрезала. А я разрезаю внизу. Смотрите разницу. Она сверху. Ну как доставать то, что там? Вот. У нее там чуть-чуть осталось. А я разрезаю чуть ниже, чтобы удобно доставать остатки. Потому что очень много крема, особенно когда он густой, остается на донышке флакончика. И крем с облепихой тоже я его использовала. Какой он крутой. Вот мне в нем все нравится. И аромат, и как он на руках лежит. То есть, вот такой крем я повторю в следующем каталоге. На него будет классная акция. И я вот такой крем-мышек себе возьму. Почему их сразу так много? Еще раз объясняю. Вот у меня сейчас даже открыто еще алоэ. Антивозрастной. С вишней. Еще есть старая-старая коллекция. Смотрю, уже там срок годности скоро закончится. Я его откопала в запасах у себя. То есть, вот три я вспомнила, которые у меня сейчас одновременно открыты. Почему так много? Опять же, объясняю. Один стоит в ванной. Один на кухне. Один, где мой рабочий стол. Все. Помылая посуду, там что-то поделала. Умылась. Я всегда мажу руки. Потому что у меня тоже кожа очень сухая, очень тонкая. И ее надо постоянно напитывать. Потому что каждый контакт с водой. Просто он отражается. Руки как будто бы вот такие вот скукоживаются. Вот. Такие вот выставки кремов. Так. Чем вас еще удивить? Крем для тела. Раз уж говорим о теле. Вот эту баночку я вымазала буквально за две недели. Дочка, мне кажется, помогала. Потому что я ее в ванной оставила. Это крем с кокосовой водой. Обалденный крем. И он, кстати, шел в продуктах, когда мы выбираем продукт вместо платы за доставку. И я каждый раз добавляла этот крем. И у меня их скопилось штук пять. И я их и в подарок вкладываю, когда дорогой заказ. То есть большой объемный заказ. Потому что ну это фантастический аромат. И сам крем просто... Вот когда баночка стояла в ванной, я каждый день прям мазалась. Даже когда потребностей не было, из душа выхожу. Ой, как хочется намазаться. Вот сейчас еще такую баночку достану, тоже поставлю. Очень хорошенький. Так, что еще? Для ног закончился крем сливовый. Не знаю, помните или нет. Он был, по-моему, в прошлом году зимой. Вымазали до конца. Я не могу сказать, что он мне понравился по качеству, как он питает. Ну неплохо, да, так можно сказать, что крем на высоте. Но больше всего мне в нем нравится запах. Вот этот вот сливовый аромат, я его просто обожаю. И сейчас у нас вышла коллекция Feel Good. И там есть гель для душа, мусс, аромат. Именно с сливовый, с эфирными маслами, с натуральным. Как он вкусно пахнет. И открою вам секрет, что я даже не удержалась. И вчера отправила заказ, и все-таки заказала себе тот аромат. Потому что я когда открываю гель, и мусс, вот я тоже себе взяла. Вот у меня просто вот восторг. Я думаю, что, несмотря на то, что он очень такой недорогой аромат, я думаю, что он мне будет просто в кайф, для удовольствия. Так, что еще для лица? Это гель для умывания с чайным деревом. Это для дочки. То есть чайное дерево и лимон, обновленная серия. Кстати, такая прикольная серия. Мне очень понравилась, особенно маска отсюда. У нас тоже она заканчивается. И мне Лера такая говорит, мама, маску закажи. А маски-то нет, где я ее вам закажу? Так, еще маска тоже одна закончилась. Огуречная. Слушайте, ну вот эта маска просто прикольная. Тоже ее аж разрезали. Она ей тоже понравилась и дочке, и мне. У нее потрясающий осветляющий эффект. Я почему-то думала, что эта маска увлажняющая, но она высыхает на коже, как маска с глиной. То есть она прям сухенькая становится. Но когда ее смываешь, лицо такое светлое, чистое. У меня есть такие мелкие, как веснушечки, пятнышки пигментные. И они настолько становятся светлые после этой маски. Вот просто балдеж. И несмотря на то, что здесь всего 30 мл, ее хватает очень надолго. Она такая прям, ну, не знаю, концентрированная. Ее много не нужно. Она прям легким, тонким слоем наносится. И классно. Эффект просто классный. Поэтому, когда она будет еще, я обязательно ее закажу. Мне понравилось. Так, если мы говорим о лице, то еще два крема. Один крем закончился Ultimate Lift. Он был у меня просто в офисе. Я там провожу мастер-классы. И когда уже тут осталось прям чуть-чуть, я его забрала домой. И за несколько раз он у меня закончился. Такой стал плоский тюбик. Да, классная серия Ultimate Lift. Я обязательно эту серию раз в год использую. Хотя моя любимочка это Экологен. И как вы видите, у меня был остаток прям крема. Хотя я уже открыла новинку из этой серии Wrinkle Power. Но здесь оставалось чуть-чуть. И я не стала использовать, а брала с собой в дорогу. Ну и сейчас я уже, когда поняла, что там осталось прям капельки, я его тоже доиспользовала. А Wrinkle Power пока отставила в сторону. Так что вот сразу два тюбика. Но это не потому, что я их так быстро использую. А просто они использовались постепенно. И кремы, конечно, классные. Это видно по глазам. То есть вот когда я щурюсь, все-таки не такая большая сетка морщин появляется. Потому что кремы очень хорошо разглаживают кожу, питают ее. И из-за этого мимические морщины не переходят такие вот, ну, как возрастные, да, такие старческие. Они прорезают лицо, и они постоянно разглаживаются. И вот этот крем, он все-таки был моим самым любимым. Обратите внимание, почему здесь металлический шарик. И мне настолько нравилось то, что когда, например, утром встаешь, никак проснуться не можешь. Глаза, как у китайской девочки Гириан, и щелки. Я вот несколько раз и так вот массирую, 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 и глаза такие ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту распахиваются. Вот за этот эффект я крем просто обожаю. Но, к сожалению, сейчас изменили. И новый крем в серии Collagen тоже с дозатором, как вот здесь вот Ultimate Leaf. То есть нажимаешь, конечно, это круто. Это гигиенично и удобно использовать на мастер-классах, потому что этот я не могла использовать на мастер-классах крема. Потому что, ну, это как индивидуально очень, чтобы не переносить там с одной кожи на другую. Но для себя бы я вот такой крем выбрала. Выбирала бы каждый раз, потому что мне очень нравится эффект охлаждения. Сразу закончилось два флакончика масла чайного дерева. Но у меня дочка просто фанатик этого масла. У нее такие 20 лет, но частенько бывает, то на коже что-то вылезет, то кто-то укусит. То есть она у нас постоянно это масло мажет. У нас как у нее в комнате, как аптечка. Потому что оно имеет все-таки такой специфический аромат. Но я рада, что лучше пусть использовать масло, чем прибегать к каким-то другим средствам или аптечным средствам. Потому что оно действительно классно помогает. И я знаю, что это безопасно. Вот два флакончика сразу. Кстати, это же масло мы используем, если вдруг простуда. И в носик можно закапать, и горло полоскать. Но только обязательно посмотрите, как нужно разбавлять. То есть насколько, какое сочетание. Например, чтобы закапать носик, я беру 3-4 капли воды, 1 капельку масла. Пипеточкой вот так размешиваю, набираю, закапываю носик, чтобы не сжечь слизистую. Для горлышка, для полоскания я беру, например, столько водички в стаканчике теплой, прям сильно теплой воды. И 6 капелек. И полоскаю горло каждый час, и вся инфекция проходит. А эти худые тюбики, совсем они скрюченные, все, как видите, прям использовали до конца. Это зубные пасты. У нас всегда открыто 3 тюбика. 3 одновременно. Это травяной комплекс, защитная и отбеливающая. Вот эти я использую постоянно. То одну, то другую беру, отбеливающую изредка. Потому что, ну, в принципе, нельзя часто пользоваться отбеливающими пастами. Но иногда просто хочется, чтобы, ну, как бы освежить цвет зубов, чтобы они выглядели более такими светлыми. А эти пасты, чем мне нравятся? У меня перестали вообще кровоточить десны. Кариес тоже, тьфу-тьфу-тьфу, он не беспокоит. Кстати, надо отходить к зубному, уже полгода прошло, надо проверить полоскорта. Вот. Мне все в них нравится. Дочка у меня говорит, мам, после этих паст во рту как будто бы генеральная уборка сделана. И мне действительно это очень нравится. Поэтому мы выбираем зубные пасты от Эрифлей. Пробовали мы аптечные, очень дорогие пасты покупали. Как всегда хочется для зубов. Потому что, ну, это наша визитная карточка, чтобы они всегда были такие вот классные, да. Мы все перепробовали. Я считаю, что это бесполезное выкидывание денег. Эти пасты очень крутые. Так, и закончился еще один очередной аромат. Мне кажется, этот аромат у нас чаще всего бывает в пустых баночках. Это Love Potion Secret. Смотрите, какой у него чудесный флакон. Настолько вот сексуальный, необычная вот эта капля. Особенно, когда в ней этот розовый аромат находится, это смотрится красиво. Этот аромат любим мы все. Вот он сейчас закончился. У меня Лера ходила хныкала, хныкала. Говорю, мам, у тебя может случайно какой-нибудь хотя бы пробничек есть? Я говорю, нету. Бери другие. У нас очень много ароматов. Наверное, штук 20 одновременно открытых флакончиков. И я говорю, так, стопе, давай заканчивать хотя бы то, что есть. Потому что ароматы тоже имеют срок годности. И через какое-то время они меняют свою структуру. И могут уже даже невкусно пахнуть. Ну, правда, в Oriflame я такого не замечала. Но я знаю, что такое может быть. У меня, кстати, есть один аромат. Я его купила, когда только первый год работала в Oriflame. То есть это было 20 лет назад. Унисекс, может быть, кто-то помнит. Надо его вам как-то показать. Так он до сих пор у меня остался. Там чуть-чуть прям этого аромата. И он не изменил свои формулы. То есть он пахнет так же, как пах тогда. Вообще обалденный аромат. Вот. Закончилась капелька. И последний продукт в коробочке. Это тоже Wellness кальций. Но я его несправно пила. А я его пила то выпью, то не выпью. То есть его надо разжевывать, эти таблеточки жевательные. Я его пропускала. Поэтому я не могу сказать, что у меня какой-то сногсшибательный результат. Нет, у меня, я пока не заметила. Я считаю, что нужно, чтобы был результат каждый день принимать. А я вот реально забываю. Я к Wellness я приучена. И сразу я утром открываю, когда шкафчик у нас. Я прям сейчас смотрю на этот шкафчик. Он открытый. И там стоит моя коробочка с витаминками. И мы сразу достаем пакетики. И вот когда завтракаем, у нас уже на столе перед нами лежат эти пакетики. А этот пока не приучила. Но у меня есть уже история. От моего спонсора. Она мне рассказала, представляешь, я пропила банку. У нее была проблема, лопались ногти. Представляете, просто вот лопались. Она говорит, перестали лопаться. Я думаю, что это только из-за кальция. Другого у меня нет объяснения. Потому что никак ничего не меняла. Ни в питании, никаких других препаратов не принимала. Просто пропила баночку кальция. Она меня так вдохновила, что я теперь вторую банку. Я сразу две баночки заказывала. Я сейчас пью каждый день. Думаю, что тоже будет какой-то результат еще лучше. Все, коробочка пустая. Все вам рассказала. В общем-то, если вы смотрите часто мои видео с пустыми баночками, то вы заметили, что продукция повторяется одна и та же. Я не могу сказать, что консерватор или что-то подобное. Я всегда пробую новинки, обязательно их выписываю. Но есть какие-то продукты, которые постоянно каталог за каталогом мы приобретаем. Потому что мы их любим. Они нам дают хороший результат. И менять их на что-то другое я не вижу смысла. Потому что самое главное в продукции, чтобы она давала ожидаемый результат. Знаете, есть такое ожидание, реальность. Чтобы они совпадали. Вот у нас такое совпадение. Вам спасибо за внимание. Рекомендую тоже попробовать такое делать для себя просто хотя бы. Для себя собирать пустые баночки. И увидеть, сколько вы тратите продукции. Сколько вы денег тратите. И сколько вы экономите. Это очень полезно. И рекомендуйте это делать также вашим партнерам в команде. Пожалуй, все. До новых встреч. Жду ваших отзывов в комментариях. С вас лайк, если видео полезно. Подписывайтесь на мой канал. И оставайтесь с нами. С вами была Лилия Донскова. Пока-пока. GoPro. Стоп видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok